Что за нас и Слово Божие и Библию? Иногда спрашивают, а вы уверены, что вот вы говорите, это истина, как в последней инстанции принято говорить. А зачем мне вас убеждать? Вы откройте книгу в любом месте, в любой вопрос. В книгах я отвечаю на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, работа, музыка, литература, дети, воспитание, страна, будущее, духовный мир. Все есть 55 тем, которые я здесь освещаю. Они все на сайте по вопросам из каждого тома. Ну вот теперь давайте. Вот при мне один там было, даже не один раз было, что открывает человек наугад любую книгу, а они друг с другом совершенно не связаны. Потому что вопросы, как поступали в разных университетах его занятия. Я же регулярно три радиопрограммы вел в пяти городских отделах, в городском отделе и в краевом, то есть получается в семи и в районных отделах милиции, и во всех воинских счастьях. Не считая там на заводах, фабриках, технику, по школам. Ну я так думаю, ну и нахожу это в подтверждение. Больше меня никто не проповедовал. Ну вот эти годы, начиная даже с перестройки, раньше с 88-го, как я. Это Бог мне дал. Дал, и это очевидно для всех. Даже приезжал этот Быков был здесь. Но Быков-то я читал его статью, не понял ничего. Быков я читал его статью, он ничего не понял. Ну да. Однако и кое-что он все-таки маленько сказал, захватил, что для Игнатия Проховец это стихия. Быстрым, с ложевицинским стилем. Это он указал. У меня там все это скинуто. А что за люди-то встречались? Что за люди? Ну можно их посмотреть. И сейчас только что скачали сейчас. Цель наша была такая. Проповедь устами и книгами. А книги, в каждой книге у меня примерно 3000 выдержек из Библии. В каждой. Это 30-ти томник. В каждой, не считая, что отдельно трехтомник Нового Завета. Не просто эта книга Нового Завета я выпустил. А вот за 2000 лет такой книги не было. Не было. А можно издать? Нет, и нельзя создать ее. Полное толкование всего Нового Завета, второй части Библии, по святым отцам всех, какие только были. С сопровержением самых современных сектантских толкований. Мало того, я выделил отдельные места, где Блажина Феофилакта говорит о проповеди, о необходимости изучения Слова Божьего. И на это дал 297 комментариев. Они все в трехтомнике. Ты выделил этот трехтомник, нет? Нет. Покажу сейчас. Сиди спокойно, только чтобы было тайное. Толкование ее издают иногда. Блажина Феофилакта. Патриархия. Видите, они изданы как подарочные. С закладками. Вот этот вот трехтомник, всего только 2000 экземпляров. Выкупите стипографию, заболело за миллион. В первую очередь, чем они отличаются от предыдущих? С откровением выше. Откровение апокалипсис. Полное толкование. Отец Геннадий Фаст три года работал на магистре богословия в патриархии. В моем доме Менонита обратился. Дальше. Впервые иллюстрированы. Картины Гюстава Дорета, лучший иллюстратор, мы сами раскрасили. Два с лишним года шла работа над этим. Все они здесь. Это 240 иллюстраций. Кроме того, смотрите, они сделаны с закладками. Все золотое. И места, которые необходимо было особенно высветить, все шипы. Нету таких, чтобы они были склеены. Места эти выделены. И на них вот ИЛ дается комментарий. Я показываю. С комментариев никогда никто не выпускал. Они не знают. Комментарии основаны на 300 книгах православия, святых отцах. Здесь я употребляю 719 канонов церковных, на которых зиждется все православие. Они их не знают даже. Это 7 вселенских поместных соборов. И здесь жития святых употребляю, беру из них самое необходимое, в комментариях, 1173 жития биографии. И поэтому Новый Завет, вот в таком издании с толкованием, он аналога в мировой литературе не имел 2000 лет. И им никогда не создать. Продайте хоть мне. Так вот я и хотел подарить вам. Подарить. Я то и принес. Спасибо. На свадьбу вам. Спасибо. Это хорошее. А, на венчание. Так, и не просто так. А смотрите, даже эти сделаны как флаг. Белый-то, зеленый, не хватило. Синий-красный. Спасибо, Игорь Семенович. Вот этот российский флаг, я попутно закладка хотел сказать, он не имеет вообще аналога в мировых флагах. Я знал все флаги мира, кроме тех государств, которые не имеют выхода к морю, когда учился на шоке. Это же с голландского или нет? Это оттуда происхождение, он не так выглядел совсем. Но я знаю там флаг. У меня на флаге все объяснено флаг. Этот флаг вне национальный, вне религиозный и вне временный. Я задавал вопрос, ну, милиции бывало. Один раз такой отдел, там около 700 офицеров. Там у всех на шибко, там легко. Я говорю, кто-нибудь из вас может объяснить? Не один. А объяснить-то необходимо бы. Потому что вот без всяких этих двуглавых птичек этот флаг означает следующее. Он такой и есть, вот он продается, вот он у меня есть. Первое, ну, независимо от того, ты православный, баптист. Тысячу лет назад было, все рождаются в крови. А другому не было. И не будет. Человек живет в крови и умирает в крови. Борьба, стон. Павел Мискевич говорил, земной шар пропитан кровью от коры до центра. Вот это вот нижняя полоса красная и говорит. Буддисты, мусульмане, разницы нет. Все одинаково рождаются в крови. И живут, и страдают, и мучаются, и умирают. Второе, все желают лучшего. Синее небо меня так манит, зная, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет. В небе не будет мести и угроз. Об этом думает баптист, буддист, православный. И все о небе думают. Повышляйте о горнем. Вот видите, о небесном, о горах. К слову сказать, за 13 дней мы примерно 6000 километров шли горами с серпантинами. Два шофера на непременно по счетам. Каждый день 1033 километра. Теперь возвращаемся к третьей полосе. Третью полосу верхнюю. Ну, небо синее, значит, мы туда и смотрим. И это предсказано было в Верхнем Завете. Багровая у священника, это жертвоприношение приносили. Голубая нить у первого священника. О небе. И третье откровение Иоанна Богослова в Библии, 20 глав, 4 стих. И унилый великий белый престол. От лица которого, сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и нашлось им место. Это суд Божий. Независимо от того, коммунисты, фашист, масон, ты будешь на суде Божьем. Это суд Божий. И унилый великий белый престол. Вот три полосы. Это вненациональный, повторяю, это для немцев, это для азиатов для всех, это для негров. Это тоже самый стиль. Рождаются, ищут лучшего, умирают и суд Божий. Люди сегодня не понимают, что российский национальный флаг, это единственный за всю мировую историю флагов, дам людям напоминание о Боге. Это особая милость Божия. Ну, любой флаг Америка, понятно, Штаты, Англия, там волнисты, владыщи Самареи, там если германские, там Ружская область, главное захватила там чернота, там коричневая. Все объясню, на английский флаг ничего не объясняет. Вот этот единственный, без всяких надписей. Когда я объясняю, ну а бывает, что возражение, пока ни одного. А как возражать? Я, например, в каждой полосе ставлю место писания, откуда взято. Синяя, там-то, белое, откровение, там. Ты хочешь объяснить другое? Ну, дай обоснование на основании Библии, не о том, что ты такой ерундец. Я возвращаюсь к ним. Игорь Тихонович, вы о путешествии расскажите. Что за людей, с чем это было? Как воспринимали вас? Я отвечаю, принимают по-разному, а провожают одинаково. Понял? Подробнее. А подробности такие. Я прихожу для них незваный, незваный и нежданный, как Гитлер сказал о библиях. И я теперь, в самое короткое время, в течение 50 минут, должен переименить мнение всех, кто присутствует. А там бывает больше 10 сотрудников, иногда уголовный розыск вызывают. Милиция. Я все... В путешествии, как вы в милиции? Я, где бываю, посещаю города, библиотеку. В первую себе библиотеку союз. Областную. Я их должен увидеть. Я говорю, моя задача сейчас, я даю паспорт, снимите копию. Даю документы снять, благодарение патриархии. То есть, вы заходите такой в кирзовых своих сапогах. Такой, как есть. Вот я ничего не сменил. Они такой, есть. Вот, вот в этом я вчера слез, и вот в этом я стою. Вот эти сапоги. Посмотри, вот починенные, какие заплаты. Чтобы сапоги с заплатами, это еще надо поискать. И они это видят. Вот обожженный я здесь, какой-то какой, видишь, полуживой. Но сам дух, сама экспрессия поражает все буквально. Вот я смотрел сейчас, дороги Путин, Путинская, это магистраль строится. Там в горах прорубают такие проходы. Ужас один, какая техника, кто работает. Там, кажется, вся Россия сдвинулась на этой дороге. Какие мосты. Вот точно так я прорубаюсь через эти дебри. Они не понимают даже. Я должен в течение 10 минут все поставить на свое место. И потом провожают на улице. Там директор бывает, обнимают и целуются, что к нам попали. Давайте сфотографируемся, там снять можно не. Давайте мы на свой фотоаппарат. Это надо видеть просто где. Это ни день, ни два. Нынче мы побывали, вот, за 3 месяца и 10 дней, за 3 месяца и 10 дней, это 226 городов. 226. Это городов деревьев. В каждом я выступал. Обстановка везде разная. Бывает, это Башкортостан, там Удмуртия, сейчас была Еврейская Автономная Республика, там Буряты. Где бы только ни были. Не везде, я обязан, во-первых, войти в обстановку, значит, что-то национальное сказать и привезти прямо ко Христу. И тогда я ему рассказываю, с какой целью мы выехали. Людям трудно поверить. Поэтому вот мы считали, есть у русских людей такое понятие праведные и святые. Это только вы. Или вы самые последние дураки. Когда за каждую копейку человек бьется, и вы, ну, только одно, а я 38 даю книг. А вот эти три книги, и для слова Божия нет уз, это второе у меня издание. Я просто покажу, оно у вас есть, оно вам не нужно. Вот эти вот новые издания, добавки. А добавка, это ваше сащеобразие из клочков. Вот здесь вот. А тут подарили Путину, в четыре книги Медведеву, Патриарху Кириллу. И примерно 130 священников получили в подарок. В подарок. Я 50-летний опыт вложил сюда, 8 лет не вылазил из-за компьютера. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером за 8 лет. 38 книг. Мы имеем, что показать. Просто это никто смотрит, и они не слышали, не видели. Это невозможно. Это... Да какие книги? Они все вшитые. Все до одной. Все на все этой бумаге. В каждой книге 64 страницы светных фотографий. Ты только глянь на них. Вот я иду арестованный. О. Да, это... Подробности. Как шел процесс. Все документы здесь. Все до одной статьи. Такой был Кочевник в Баррауле. Да, да. Куда делся? Такой был. Сергей Теплюков. Хороша книга? Теплюков-то есть. Теплюков-то есть, чего уж. Да. Так это не в этом-то. Это по статьям надо смотреть. Все до одной статьи какие-то и печатал. Игнатий Лапкин, победитель коммунизма. Кто писал? В какие газеты? А теперь победитель получает все. С указанием свободного курса. Номеры. Про путешествия-то расскажите, Игнатий Игоревич. Что про меня-то? Про путешествия расскажите. Вот теперь смотри. Дать как дать? Почту не пошлешь. Это не тот материал. Только я сам. Когда я все способы испытал. Как людям дать-то? Это я живой с ними вместе. Я говорю. Вот так вот стою. И было принято решение приобрести машину. Дальше должна быть команда. Должен быть шофер. Должно быть знание России. Дорог. Снабжение. С нами здесь увидишь, какая собака. Ученая собака. Она проехала по всей стране. Она охраняет ночью. Мы спим свободно. Спим 4 часа в сутки. А дальше 18-19 часов гоним машину. По намешанным городам. Останавливаемся. Находим. Беседуем. Я убедить должен, что не экстремистская литература. Дальше, что она крайне нужна. Показано о чем. Ну а о чем книге? О Христе. О спасении. Ну а что главное? Главное у нас в лагере висит лозун. Россия должна встать. Россия это мы. И ссылаясь на выражение Путина. Владимира Владимировича. Он говорит. Единая Россия. Сильная Россия. Я говорю. Он не договаривает или не знает. Единая во Христе Россия. Единая Россия не может быть всеми, кто не во Христе. Там ножи на нас стощат. Там со всех сторон на нас ползут тати. У меня стихотворение в одном. Святая Русь. Это как раз и выражено. Мы опротивили Прибалтии, Китатару и Чечне. На наши земли вожделение, зависть. Облизываясь смотрит миллиард. Понимаешь что? Там добровольство в запись. У нас отнять за счастье каждый рад. И припев. О Боже проповедников пришли. Служение в Олум. На родном. На русском. Служение. Вещение. Истинное. В крови. И как мы к этому придем? И вот мы поехали. Встречаемся. Дарим снимки везде эти показаны. И далее собирается вся библиотека. Я перед ними выступаю. И мы везде даем пачку приглашений. И выражение Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика, что исчезнут институты, исчезнут университеты. Человек не потеряет так много, как через знамение библиотеки. Библиотека потеряна, это обрубленные тысячелетние корни всего духовного, что у нас было. Я показываю значение библиотеки. Иногда иду с книгами, прямо с книгами в администрации. Прямо из администрации сразу берут человека, что библиотеку-то пойдет на нужный уровень. А библиотекарь, ясно, тут уже они. Иначе им 6 тысяч месяцев не получить. Они уволены будут. Вот о чем речь. И когда все принято, документы, все заверено. Вот эта пачка документов у меня. 226 документов, листов с печатями. Ни у одного человека в мире такого нет, что у меня есть. Представь. 226. Так это только за нынешний год, не считая за прошлые годы, где мы по окрестностям. Вот Алтайский край полностью осеменили. Семя забросили везде. В каждом районе библиотеку. А в Амантовском районе в каждое село. А остальные края, это полностью-полностью Новосибирская область. В каждом районе теперь есть книги. Томская, Кемеровская, в каждый район. Ну, а по большим городам, это по югу прошли до Москвы и возвратились уже северным путем в каждом городе. Если Господь благословит, то планы следующие. Сейчас еще осталось, выезжая в воскресенье, на 12-е благовестие в Омск. Ну, в Омску и надо, кажется, пройти. Омск, а там есть Умени, незаконченный, немного Красноярский край, слишком большой. На север проходим там, где есть дороги. Дороги заканчиваются, все возвращаемся. Дальше нельзя подняться. Даши до Енисейска. До Енисейска, там, в лесу Сибирск. А сколько вы книжек раздали, получается? Экземпляров сколько раздали? Я вам отвечаю, 226. 226. Умножить на 38. В комплектов. Ну, комплектов. 226 комплектов. Это комплектов. Каждый комплект 38 моих книг. Это 31 килограмм. 31, но если 100, это получается 3 тонны. 200, это уже 6 тонн. Это столько литературы ушло. Игнать Ильич, о содержании документа от библиотеки скажите. В библиотеке что, принести? Да, нет. Какие содержания документа от библиотеки? Ну, так это надо принести его. Я пошлю, Надежда Васильевна, сходи. В моей сумке, которая внизу стоит, около моей кровати. И там папка открывается красная. Иди Богом. Я покажу вам. В библиотеке, книги мои находятся в библиотеке номер 1 Российской Федерации имени Ленина. В библиотеке номер 2, историческая библиотека Москвы. В библиотеке номер 3, парламентская или президентская. Не считая даже. Самая большая это Тюменская библиотека. Омская, Новосибирская, там и в юношеской, и везде. Книги выставляют сами, они уже в интернет. Проверили, книги проверили. Не экстремистские, они супер патриотичные. Ничего выше этого, просто люди не слышали, не знают. И все начинать надо с себя. Я конкретно говорю, я начальник детского лагеря. 40 лет. Без помощи государства, без единого рубля, тысячи детей. Вопрос детской всякой беспризорности в течение года можно решить. В России исчезло 17 тысяч поселений. Выступала Нина Данилова, депутат от КПРФ, Алтайского законодательного собрания. Она говорит, это не исчезновение из списка реестра деревни. Это потери территории государства. Вы еще ничего не понимаете. Она пустая, земля не будет. Нам никто не разрешит. Ни ООН, никто. Не то, что наши границы мы не пустим. Даже нельзя назвать чушью собачьей. Земля принадлежит Богу. Здесь будут жить другие люди. Мусульмане, китайцы. А китайцев-то много встречали? Много. А вот сказать об азиатах, которые, могу сказать одно. Страна почти вся мусульманская. Православия почти нет. Полностью потеряно. Нет ни одного села, ни одной стройки. Даже ремонтируют библиотеки, где не работали бы красивые чернявые ребята. Я говорю, где наши витязи-то? А вон, говорит, валяется под забором. Страна изжила себя. Это все везде до единого пункта, до Дальнего Востока. От Москвы. Везде картина одна. И везде вдоль дороги. К памятнике стоят разбились, перевернулись. И везде свалка. В любом месте мы на ночь спрятимся в лес. И везде свалка, свалка. Это мировая свалка. За нами еще вслед, когда мы сойдем с арены этой жизни. Наверное, тысячу лет будут идти проклятия, что так загадили землю. Это я говорю в присутствии людей. Это шофера, которые были со мной. Вон сидит Сергей. Это я все своими глазами увидел. И сейчас Путин там строит. Путинская дорога называет. А назначение у нее сегодня непонятно. Куда строить, когда там пустыня? Когда никого нет, да? А? Когда никого нет, то куда строить? Это для других наций, которые будут заселять. Сегодня все понимают, что остатки русских просто выметы. Там они никому не нужны. Нация выброшена на помойку. Проси за выражение. Как в этом заголовок огромный. Заголовок написано. Какую страну просрали? Это где такое написано? Или что-то предлагаете? Или что-то сфотографировать? Какие? Какую страну? Это осознание. Не потеряли ее. А вот что сделали с ней. Во всем мире никогда не было такой громадины, данной людям, с такими богатствами, с такой пресной водой. Байкал, мы со всех, кто проехал, там, омолю покушали. Идайте, извините, так это вот где-то есть такая надпись, что ли? Открой интернет, заряди. А найди и увидишь. А где, где? Ну, найди просто в голову, заряди, вот три слова-то. Больше ничего не надо. Что тебе говорить? А ты увидишь и надпись, и как это делается. Стоят корпуса заводские, поросшие сверху, лес растет. Дома пятиэтажные стоят, в ряд дома все пустые, ничего нет. Нет, ну, просто пустыня. Едешь сейчас, стоят колонны приваренные. Я говорю, читайте, первое, второе, третье, четвертое, пятое, там, через сколько-то. Что здесь было? Непонятно. Обрушившиеся, повалившиеся. Я не о них говорю, я иду к душе. Солженицын до конца жильдей своих заботился о сбережении русского народа. Меня это абсолютно не волнует. О сбережении души бессмертной для Христа. Вот об этом я говорю. Выступает Дмитрий Смирнов, это поселил его структуру, у патриарха, за круглым столом. Его спрашивает, отец Дмитрий, ну неужели так все безнадежно с Россией? Это уже говорите, прям вещи-то страшные. Он говорит, простая статистика вас, если не убеждает, я вас не смогу убедить. Средняя статистическая семья России 1,8 ребёнка. Ну да, так. Средняя мусульманская здесь же в России 8,1. В Франции на 46% уже мусульманская. За 20 лет в Канаде количество мусульман увеличилось в 30 раз. Я не говорю про Голландию, которая уже на 80%. Мир меняет своё лицо. И мы должны просто понять это. А тебя это интересует? Меня интересует, знают ли люди Христа? Я свою ячейку знаю. Она у меня обтоптана, ограничена и прорвана со всех сторон. Я иду к людям, несу Слово Божие. Я просто могу сказать, не просто любую книгу показать. Она не уникальная, она единственная в мире. Её просто нет такой. Вот, гляди по порядку. Вот ты сидишь. Вот смотри. Вот библиотека имени Ленина в Москве. Посмотри, что там сказано. Какие книги подарил я. Парламентская. Путин называет её президентской. Вот она ещё. Вот она, парламентская. Историческая библиотека страны. Это Малейка, посмотри. Дальше. Новосибирская государственная библиотека. Это очень большие библиотеки. Самая большая, какую я в жизни видел, это Тюменская. Все с печатью. Печать. Тюменская. Четыре этажа, четыре аэродрома. Дальше. Кемеровская. Это только областные. Районы я не беру, они вас не интересуют. Омская. Вот туда мы надеемся поехать. Вот по порядку. Посмотри, где мы смогли быть. Пермская. Поворачиваю её. Дальше. Это библиотека. Тайшетская. Тайшет. Это уже большая. Ишин. Для наших архивей. Вот. Юношеская государственная областная новосибирская. Потому что у меня много воспитаний детей. Самара. Вот. Рязань. Вверху смотри и смотри печатает. Рязань. Томская. Это одна из крупнейших старинных библиотек. Вот. Курган. Курган. Вот. Тобольск. Куда проникли. Тобольск. Теперь. Златоуст. Ну тут уж говорить не надо. Тут я разошёлся и стал показывать. Нижний Новгород. Горналтайск. Где печатали книги. Вот только показывают такие большие. Это национальная библиотека. Кажется Башкортостан. Национальная библиотека. Вот. Ну это я не знаю. Удмуртия или какая. Или это Татарстан это. Татарстан. Ну я не вижу. Я так на память говорю. Чувашская. Тут я прочитал. Тут прочитал. Так. Еврейско-автономная область. Берегиржан там. Или что. Еврейско-автономная. Так. Город Чита. Чита. Это уже сейчас тут из последней поездки пришли. Так. Город Хабаровск. Это то, что оттуда вернулось. Вот смотри. Так. Это республика Бурятия. Улан-Удэ такая есть. Вот она где. Город Благовещенск. А Благовещенский край. Вот там какой он называется. Приморский край. Город Находка. Дальше не было. Японское море. Мы пограли назад. Так. Иркутское. Иркутское. Это только-только показы какие государственные. Уссурийск. Да. Так вы же в Находке служили, да? А? Вы в Находке же служили. Нет. В Николаевской наборе. А вот след. И мы едем. Печатают статьи какие. На. Прочитай. След нас уже. Вот отсюда начни. На, Наташа. Знаменитый современный православный миссионер. Вот как, Наташа. Вот это я понимаю. Наташа. Игнатий Тихонович Клапкин знаменитый современный православный миссионер. Основатель села общины Потеряевка. У нас на Алтае на этой неделе побыла в Тогуле. Встреча с интересным человеком всегда радость. Общение с ним помогает внутреннему развитию. Собеседник уже ушел. А ты еще долго любишься, вспоминаешь услышанное. Вот и встреча с этим человеком заставила задуматься о многих. Игнатий Тихонович родился 10 июня 1939 года. Верил, что есть Бог. Загробная участь, рад и ай, с младенчества. Занимался исследованием Слова Божия почти 40 лет. Игнатий Тихонович дважды сидел в тюрьме. За то, что в советское время проповедовал. И даже в тюрьме он продолжал свое дело. Многих привел ко Христу и там. Каждый день, каждая минута дороги для него, как последние в жизни. Встает в 4.30 утра. Молится и за работу. И так каждый день. Издал 38 книг. В Тогово Игнатий Тихонович приехал по делу. Подарить свои книги библиотеке. Сумма довольно приличная. Но только одно условие у автора. Не препятствовать чтению его книг пользователям библиотеки. Точно так же книги получили городские и сельские библиотеки края, Кемеровской и других областей. Оценить по достоинству произведения автора можно в библиотеке имени Чебаевского. А вот эта статья, к кому принадлежит? Прочитай-ка. Это Сухарева. Игнатий Тихонович, а люди дотянутся? Дотянутся. Что мало того, священники говорят. Вот мы, говорит, дали книги. Год простояли, говорит, их к нам вернули все. И один человек не берет. Игнатий Причининов вернули. Меня показывает епископ, епископ. Вот. Вчера привезли книги там Феофана Затворника. Почему люди не считают? А другой говорит, вот понимаете, это все-таки несправедливо. А Игнатий Лавкин книги не только читают, а воруют. Воруют книги тогда, когда 26-й год, корреспонденты, кто связан, их нельзя давать им на дом. Они сразу уводят эту книгу. Это 300 поэтов России за 300 лет. Что сказали по определенной тематике. Допустим, какое участие приняли поэты в подготовке революции? Я задаю там в литературном институте в Москве, там для фашанин дела, там, считал стихи. И ни один не знает. А у меня Мережковский сказал то-то. Иван Бунин, лауреат ОБСК премиума. Вот то-то сказал, Максимилиан Бунин. И 6 поэтов на каждый вопрос. 6 поэтов. Это я 20 тысяч шпайлов все время должен был проворачивать. Без Евгения Втушенко, я повторяю, я бы не одолел. Это невозможно просто. Ну, теперь я показываю вам. Вот это вот. Евгений Втушенко, это при чем? Это Красноярский край, вот это по району. Вот пачка. Видите? Сейчас я вижу. Теперь еще покажу. Вот смотри. Вот это вот церковное отношение церкви. Вот просчитай, Наташа, слух. Русская православная церковь, московский патриархат, Екатеринбургская метрополия. Как есть? Вот это у нас. С метрополия державная. Библиотека державная Духовно-просветительского центра патриарши подворья с благодарностью приняла в дар от Лапкина Игнатия Тихоновича книги «Новый завет с толкованием Блаженного Феофилакта» с комментариями Лапкина «Симфония на житие святых», «Симфония на канонические книги Библии. Для славы Божией нет уз». И вот целая пачка, которую подавал только церкви. Игнатий Тихонович, а Евтушенко-то при чем? Вы начали про поэтов рассказывать. Евтушенко-то при чем? Вы говорите, без него бы не разобрался. Когда я говорю про Евгений Евтушенко, материал сырой я от него взял. И быстро на интернете. 20 тысяч файлов, которые помогли мне дальше уже распределить по частям, по разным тематикам и все остальное. У него огромный фактический материал был выставлен. Я оттуда взял. Мне бы это пришлось собирать годами. А я взял готовый. И поэтому я в течение, допустим, двух месяцев издал такую книгу. 26-й том. Ты не видел ее? Нет. Да и 26-й том. Сергей Достоин того. А вы когда компьютер освоили? Достоин того, но я подарю ее Наташу. Представь тебе, 300 поэтов в России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Вот они поэты. Напротив каждого сколько жил. И краткие их биографии, которые его даже никогда никто не дали. А разве было такое? Да, было. 26-й том. Какое издание? Лично в руки тебе. Спасибо. Будешь учить. Все, теперь выучит все. Конечно. Можно выучить. Бог дает. И поэтому я просто понимал, по-другому никак нельзя. Я сегодня говорил, лучше нашего можно сделать, но для нас невыполнимо. А как? Просто всех вас сегодня отсюда выгнать. И отправить в разные города, как делают свидетели Югова. И чтобы вы шли по домам, от дома к дому и свидетельствовали. Но эту миссию выполняем мы. И в каждой библиотеке у меня сразу появляются, может быть, сотни помощников. А мы даем целую пачку своих приглашений. А приглашения вот такого характера. Вот отпечатанное, православное. Считаю слух. В вашей местной библиотеке вы можете взять 38 книг православного проповедника Игнатия Тихоновича Лапкина. Это толкование нового завета с комментариями о сегодняшнем положении в православной церкви. Ответы на различные вопросы и проповеди по слову Божию на богослужениях. Дальше телефон и наш сегодняшний шип. На каждой книге вот здесь вот. Ты найдешь вот на три книги, Сергей, тебе-то знаешь, как будет дорого. Вот посмотри. Вот когда книга заканчивается, в конце даются ей ссадные данные. Посмотри. О, корректа книг. Кубайкина. Кубайкина. Вот она рядом. Ее имя-то вошло в аналог теперь религиозной литературы. Три тома. Хотя у меня была и Рубцова у вас там. Помогала. Антонова. Антонова. Вот теперь даю. Спасибо, Илья Тихонович. В нашей Алтайской, Краевой, эти книги все есть. Все. Когда книги выше, я всем библиотекам направил сообщение. Ответ поступил такой. Прочитай слух. Выражаю вам признательность за внимание к нашей библиотеке и за информацию о высших книгах. Они могли бы стать прекрасным пополнением фонда и послужить развитию добрых начал духовного. К сожалению, из-за недостаточного финансирования мы вынуждены отказаться от приобретения очень важных книг. В том числе и предлагаем их вами. Еще раз благодарим вам. Желаем дальнейших успехов. Все библиотеки ответили, что финансирования нет. Но я на этом не остановился. Я решил тогда так. Нет, а какая разница? Я дарю. Обычно, я всем напоминаю об этом, когда считаем Библию, там дается, когда израильский народ входил в обитованную землю, Бог между двух гор ввел народ и сказал, что сейчас будет считаться благословение. Это гора Горизин. И все должны были сказать Аминь. Допустим, блажен или счастлив по-русски человек, который считает отца и мать. И все обязаны были сказать Аминь. Поворачивается горе Гевал. Проклят злословище отца и мать. Ну и так понятно. И все должны были сказать Аминь, если вы не скажете, вы тут же убивали человека. Это враг. Все заповеди были даны Богом между двух гор. И человек должен это знать. Я говорю, вы хотите сделать различие между благословением и проклятием? Ну, благословен просто так. У меня в феврале все растет. Жена меня любит. Дети послушные. На работе у меня в порядке. На войне меня не убили. Но здесь благословен. А проклят у тебя наоборот. Везде все наоборот. Напротив того. Тебя убьют. Дети будут противны. Так вот, первое благословение в Библии дается относительно Авраама. Авраам еврей. Будущих всех евреев. Написано, проклят проклинающий тебя и благословен благословляющий. Никогда не проклиная евреев. Ни Березовского, никого. Только они ограбили страну. А ограбили ты, об этом говори. Скажи, я желаю, чтобы они обратились ко Христу. Да будут они благословенны. Чтобы они не грабили народ. Бей жидов, спасай Россию. Это сатанинский лозунок. Это не русские патриоты-националисты выдумали. Это сатана придумал. И гитлеры стали над сатаной, их одогнали евреев. К евреям нельзя пальцем прикасаться. Это хорошо усвоено. Это первое благословение в Библии. Библия говорит. И последним благословением Малахия, пророк, последняя книга канонической Библии, написано так. Проклятим, третья глава. Проклятим вы все прокляты, Бог говорит. Все, весь народ. За что? Потому что вы обкрадываете меня, говорит Бог. Народ вопрошает. Как мы обкрадываем? Господь отвечает. Десятиной и приношением. Принеси десятину. Составь десятую часть. Десятку. Священнику отдай. И не залью ли для вас небо? Все дары. Запомни это. И вот десятую часть ты обязан отдать. Иначе ты воруешь. Я людям говорю, когда... Ну а почему давать папу? Он там пузатый на иномарке ездит. А у меня я едва переливаюсь с воды, на сухари. Тебе это не надо говорить. Ты обязан отдать. У тебя будет десять-десяти. Бог даст тебе больше. Я когда услышал, в шестьдесят втором году, я обратился, я услышал это. Ну, это моя. Я никого к этому не... Я решил, я буду платить девять-десяти. Вот почему у меня сапоги такие. Я девяносто от ста заработанных пятьдесят лет отдавал. Я выжил. Почему? Я всегда на двух-трех работах. Самых трудных, более доходных, как печник, там что-то везде. Я на работе сижу, переплетаю книги государственные, там какую-то валенки подшиваю, пилы точу. Я прожил в этом накале. У меня на сон уходило два с половиной часа. Это Бог дал мне. И я ни разу еще голодный не лег спать. Я сегодня за столом сижу. Это держит виноград. Приволокла виноград. Я разделил меня же этими уже. Это из деревни прислали сливок. Я уже разделил, кто с нами ездил, потому что сразу не едем. Я в избытке всего. Вот мы ездили сейчас. Какие средства идут? Деньги-то должен я убрать, финансировать. Я сегодня говорил, на каждый день 10 тысяч. На каждый день 10 тысяч. А это мы 13, ты умножай, куда это что? А я уезжаю, у меня ничего нету. Мы просто в критическом состоянии. И вдруг внезапно все появляется. Звонок откуда-то, просят разрешение переслать деньги. Это сплошные чудеса. У меня нет ничего. Но все понимают, о, это не так. Под каждой заплатой зашить миллион. Я прожил в этом состоянии, вот 27-го, такую дату. Запомни эту. От этой даты зависит нахождение людей здесь. Благодаря этой дате я для вас смог сделать вот этот божественный подарок. Это тот день решил, когда Михаил и Анна, Михаил Александрович, как Шолохов, Еремеев и Анна Матвеевна. Когда они меня приняли в свой дом. Я работал на корабле. В этом году я только добился разрешения сдать три курса в мореходное училище за год. По выбору комиссии все предметы на английском, немецком или французском. Передо мной широко была открыта дверь. И я понял, что жизнь начала другая. И уже к утру вся флотилия знала, что я сошел с ума. И вот в этом сумасшествии я прожил 50 лет. И как бы я тогда не сошел с ума, я бы не встал на ум Христов. Вы бы сейчас не обнимали вот это сокровище, которое в вашем достоянии вы хозяева его. Этих людей бы не было. Дома этого бы не было у меня. И у меня бы не посадились, я бы не убирал. Сидел бы, как ты писал, ждал бы внуков. Они бы уже до получки меня обобрали. Да что говорить? Треугольник один. Телевизор, туалет. Холодильник. Все, холодильник. И вот они только ходят пенсионные. Ись, ись. А я приезжаю, они каждый раз у меня. Сестры сейчас на улице, машина идет. Они окружили машину. Каждый хватает, каждый целует. Смотреть на меня страшно. А целует все равно. Спрашивается, что? Мы обрадовались, увидев друг друга. Мы такие родные, такие близкие. Кровь Христа нас роднила. Кровь. О, ничто лишь кровь Иисуса. И вот сегодня мы были. Батюшка-отец с этим провел литургию. Собрание прошло, это все засняли. Вот вы пришли. Я, если вам интересен чем-то, только тем, что я 50 лет назад обратился ко Христу. Вот через 4 дня, будет ровно полвека, как я иду этим путем, и, как считаю, прошел бескомпромиссно. Я нигде ни разу не позволил кривить совестью. Ни разу, ни одной буквы не написал, чтобы, ну это не нравится патриарху, не буду писать, Путину не нравится. Там все сказано до последней точки. До их расстрела, до их смерти, до их суда Божьего. Я ни себе не давал пощады, ни другим. Ты считал, самые дурные обо мне отзывы я все поместил в книгу. Почему я слишком уважаю своих считателей? Я бы мог вскрыть, никто не знает. Когда я освободился, мне дали мое дело, закон гласил, а обязаны дать дело, чтобы я теперь в него копался. Я все выписал. И все это в этой книге. Так? Так ты свою книгу кому-то подаришь, а это тебе лично. Спасибо. Игорь Тихонович, а вот встречали-то у людей в библиотеке, к Богу-то тянутся? Тянутся. А верят вообще в Бога? Встречали? Верят. Не то, что встречали, а большинство. Уж до моего прихода, не знаю как, когда мы уезжали, они вместе становятся на молитву. На молитву, платочки надевают, а другая там рукой хоть голову прикроет. Там ничего только не видели. И я не всегда, но призываю, и ясно дело, что люди отзываются. Это Бог делает, это невозможно самому сделать. Это немыслимо сделать. Люди разные. И особенно бывает трудная обстановка, когда приедем, а директора нет. Ну нет ее. Я начинаю беседу. И директор является, но бывает на полчаса позже. А она отстала на полчаса, а теперь ее задача, что не надо было принимать. Это не надо. В библиотеке это не нужно. Никто не будет читать. Теперь моя задача полностью директора привести на свою сторону. Проходит еще полчаса. И она, ну ладно, давайте, где ваша бумага? Подписывает. Еще дальше. Ну давайте сфотографируемся, директор уже ко мне жмется. Я в течение одного часа должен всех перевести на свою сторону. Эта задача выполнена в 226 местах мы еще. Это невозможно человеку. У человека каждый это неприступная, ожесточившаяся крепость. Я должен выйти со своим Хрисусом и весь этот регион разгромить и разбомбить. У них ничего нет. Бывает начинают конкретно, приводят что-то. В одном месте мужик сказал, а что вы книги привезли? Вы нам автоматы привозите, чтобы с этой властью разделаться. Автоматы не возим. Мы зовем покорности. А вот вы считаете там о Путине много вопросов. А я не считаю, я молюсь. Мне дано указание молиться. Чтобы Бог вразумил его. Чтобы дал ему страх Божий. Чтобы не обманывали людей. Чтобы мудро правили. Чтобы мудрые мысли приходили, хорошие законы издавали. Мне не дано другого. Я христианин. Беседуем с мусульманами. Тут вошел я с буддистами. Ну кто бы ни был-то. Мы каждому должны засвидетельствовать. Все эти бурханы Бог сметет. Нужно живое Слово Божие. И вот это все выразило у меня в книгах, которые я даю. Вот отдельная книга. Это мусульманство. В полностью Коран разобран по сурам и аятам. По 17-й том. И что о них было сказано за 1300 лет. И как их обратить ко Христу. Да у меня когда выпустил книгу, выпускал. Говорят, только не выпускайте. Они зарежут вас. Никто не режет. Они берут и считают правды. Местные. Когда были здесь имам. Видно его помощник там. Он выступил здесь. Краевая администрация тут все. Вот вы говорите экстремистки. У нас тут экстремистка против мусульман. А кто? А он вышел. Кто? Да вот он сидит рядом тут. Фамилию забыл мою. Меня назад уже позвонили. Волобоева позвонила. А на что они там ссылались? Ссылались на это. Данное указание исследовать книги-то. Исследовали, видимо, указание Карлина было-то. Ну что? Ничего нету. Ничего нету. В моих книгах сплошной экстремизм. Когда здесь об экстремизме были приглашены на конгресс, я вышел из Библии в руках, поднял Библию и сказал, а я экстремист. А вот все, которые не экстремисты, это просто блевотина. Так и ахнули. А почему? Господь говорит, если бы ты было холодно, то не горячешь. Но как тепло. Я избежу тебя из уст моих. 3.18. Но передо мной выступил Сорокин. Можешь, знаешь, он в Европе профессор преподает. Не знаешь, Виталий, познакомься. Я когда пришел, а он выступил и говорит, ни экстремистом верующий не может быть. Экстремизм это доведение любого дела до совершенства. Они не знают значения слова. Как, допустим, фашизм, коммунизм. Оно и то же слово, только в разных переводах. Фашизм означает связка, пучок, единое. Коммуна это общее. Это то и другое одно слово. Национал фашизм, национал коммунизм. Вот что смертельно опасно. А коммунизм, вот мы все вместе обедали. Это коммунизм и есть. Комуна, да. Я должен им показать значение слова и как оно у извращенцев превратилось в оружие уничтожения одного другим. Я должен это сделать. И должен в самое короткое время, которое мне отпущено. Пока они не устали. И вот наша поездка завершилась успешно. В том, что намеченные проехали. Невероятно прошли расстояние. Это ровно 6600-613 тысяч. Ровно два раза мы за две недели в Москву и обратно съездили. Это даже вообразить нельзя. Ночь, туман, опрокинутая машина. Там что-то то ли взорвалось, сгорит. И через этот туман он как раз вел. И говорит, прошли мы. Прошли, вырвались и опять. В 2 часа ночи мы уже на машине и вводим. Чтобы до рассвета намеченный в следующем городе достичь. Это у нас 11-я поездка. Если Господь благословит, будет 12. До этого мы прошли пешком 56 сел. В каждый дом, занося Евангелие. В каждый дом. Собирая людей. Все это по благословению местной администрации. Администрация сама приходит, бывает на стадионах. 56 сел Алтайского края. Мы полностью заквасили. Слово Божие. Мне это надо? Тебе, говорит, это надо? Я этот вопрос даже не понимаю. Ну ладно, говорит. С заключенными я вожусь там в 17 лет в тюрьме. В университете это понятно. Но дети-то зачем вам? Я это вообще не понимаю людей. Да дети это будущее. Будущее есть у страны или нет. Поэтому я с малолетними преступниками. В начале детского лагеря. Я ни разу не пожалел, что я с ними по 24 часа в сутки проводил. Вот так. И наша эта поездка, вот сегодня, это как апофеоз. Всему начатому раньше. И мы можем сказать. Вначале я говорил, что опыта никакого. Сейчас уже не говорю. У нас опыт приобретается очень быстро. Как ночевать? Где скрываться? Как не попасться? Как оправдать людей? В какие места заезжать? Где вовремя смыться? Что с собой взять? С транспортом как? Как ремонтировать? Эти вопросы у нас практически все решены. А как давно вы книжки-то? Когда первую издали? В втором году. В 2002? Да. А компьютеры вы когда освоили, напомните? В 2001 году, 21 октября. Не освоила, показали, как включать, в розетку включать. И Галя мне показала Загуляева, как запятую превратить в точку, как сейчас помню. А потом Алексей Загуляев пришел, и мы друг на друга ощерились, и у нас дело не пошло. Он говорит одно, я ему противоречиваю, я ему говорю одно, он противоречит. То есть он говорит, мне это не надо, но это надо, он профессиональный, программист. Ну, не пошло бы раздел это. Но Бог сделал так, что вот этот, я романах Напанаил оказался здесь, а потом Саша Загуляев подключился, а уже потом за ними, когда я уже маленько-то пошел, тогда и Алексей включился, и теперь он у меня один из помощников. И Бог так сделал, что программист высокого класса, вдруг у меня поселяется, на втором этаже, я внизу сплю, и мы день и ночь с ним вместе. Я первого человека видел, который десяти пальцев методом печатает, и по-русски, и по-английски. Так вы сейчас так же, что ли? А? Вы сейчас так же, слепым методом печатаете или нет? Тогда это про меня говорит не слепого. Это Бог так делает. Посылает людей. Помню, как первые стихи вышли, я их не мог издать. Выкупить нет. И как Бог писал этот маркер-экспресс в помощь того света. Слышал? Не помню. У нас здесь поставлен, у меня старший, где-то я в Лижею, он теперь. Это, как он называется, экономист? Эконом. И кто еще там? Комендант. Технику, смотрите здание. Вот он. А тогда была Надежда Павловна, вот, Егоренка, девичья фамилия Торбеева. Она заболела, у нее рак груди был и прочее. И когда она уже была больна, я ее посетил и сказал, когда ты сейчас отойдешь, ты, Господу, поклонишься, там уже на той стороне, уже умерший, тело схоронено, ты найди там Николу Чудотворца. Он любит, давай, ты пусть он мне золотишко подбросит, мне книгу купить нечем. И вот за три дня до смерти я снова ее посетил, она уже говорить не могла, помню, помню. Это все люди, все это знали, и она умерла. Ну и мы молимся, у нас 41, 40 дней проходит, а люди спрашивают, ну что? Да не что, книги-то лежат, я выкупить не могу. 40-й день, уже с утра, ну, да нет ничего, значит, ничего, и вдруг, часов, наверное, в 10, в 11, ко мне стущит человек, заходит, вам деньги нужны, я говорю, да, я деньги дам, но одно условие, чтобы никто не знал, что я у вас был. И все, книги выкуплены. Это я когда рассказываю, люди, другой случай у меня был, два священника у меня ночуют, я говорю, знаете, у меня нужна сейчас там, пятый том, кажется, пошел, и денег нет. Надо помолиться, надо крепко помолиться, мне Бог помогает постоянно, он слышит мою молитву, но мне нужна помощь, а откуда, что откуда, так откуда же мне знать, я же не Бог, я и прошу, да, помолились в Евгиспаде, до часа ночи звонок, я всем наказываю, после девяти, ко мне не звоните, с девяти у меня личное время молитва, конечно, первое, что подумал, недовольство, думает, предупредил, а потом думаю, а может быть, а дело зимой было, мне надо вылазить с постелью, на мерзый пол становиться, может здесь далека, люди не знают, правда звонят, кто там, в Чикаго, из Америки, мы слышали, что у вас вот, Климентом названа церковь, а у нас даже Климент, а нам сказали, что молитва, лучше всего слышно там, где его имя, храм назван, я говорю, нет, это лагерь Климента Анкирского, но можно вам деньги прислать, я говорю, можно, в Эстонунион, я утром уже получил деньги, я не знал, они только сказали свой номер, утром я получил, для священников, которые были, они могли подумать, я заранее сговорился, заранее созвонился, при них помолился, теперь сказал, это неверие, вы знаете, как у меня голубей, я встречал голубятников, говорят, он ловит отсталых, больных, как волк, вроде санитар, это брехня, он ловит самых хороших, самых сильных, которые не могут летать, она падает в картошку, она не найдет орел, где-то, а это поднимается в небо, у него крейсерская скорость, три раза больше этой, он ее сметает, я плащу ставлю, самую лучшую голубку, у него санитар опять, и тогда собрались, все общины выходили, я попросил из рей, срезка сделать, сделать большой крест, а тут ребята, тогда был Волков, и кто с ним лазил, не знаешь, а если вот там идут, возле обе деревья, и батюшки подошли, двое священников, полили, а общины во дворе стоят молятся, помолились, и пошли они там высоко, в кроне закрепили, как обрезал на следующий день, я с Требовежем вдоль линии летит, а сюда не может перелететь, притом если бы я говорил, а то все видели, как крест поливали, видели, как голубей ловил, а он прилетает у меня, прям сядет на это, на лестницу, и сидит, ястреб ждет, когда у него голову высунулся, вылетает он при мне, прям хватает, и пошел на обед, я и голубей не упускаю неделю, он где-то шарится, через дюлью прилетает, столовая открыта, больше никогда не было, мы не слышали, что там воняет, как в Златоусте было, крест осветили, там лев паломников ловил, и долго нет, он говорит, что такое зловоние, пошли и вздох, я по этому принципу все сделал, у меня вера, огромная, беспредельно большая вера, я это делаю, во имя любви к моему Господу и к моему народу, и это все знают, меня они в чем угодно, люди могут упрекать, но не в корысти, не в трусости, а это главные болезни сегодняшнего общества, нашей церкви, трижды больной этим, меня никто не обвинял, хотя внутри себя, я и, может быть, коростолюбивый, и боязливый, коростолюбивый, я не знаю этого слова, у меня еще не было, я это делаю, потому что Христос умер за меня и кровь свою пролил, страданием на кресте меня он искупил, и он спрашивает, я жизнь отдал тебе, а чем воздал ты мне, я пошел за Господом, и прошел, и Бог дал мне друзей, вот пришла из баптистов, и у нее дочка старшая, жена священника православного, она баптистка, мать баптистка, все из баптистской Кореи пришла, я у них проповедовал, и вот она пришла, вот, вторая дочь, жена диакона, вот, это Бог так делает, сын, вот теперь главный у меня, почти помощник, программист, работает в городе, не знаю, какой организации, он, может, главный, купил мне бесплатный компьютер новый обновил, тоже вот так, вы меня не слушаете, если слово сказать, ее сын, ну, как я могу слушать, ребята, вас, это не по ранжиру, во-первых, ну, понимаете, нет, по компьютеру, ну, он меня жал, жал, наконец дожал, ну, не буду против, ну, если уж явно не так, ну, все, закрывай глаза, закрывай глаза, мой отвернул, выкинул новый, самый современный, ну, что ж ты делаешь-то, узнать, сколько стоит, никак, кое-кое-как узнал, деньги собрал, сунул, вернулся до копейки назад, что бы ни сказал, он мигом сделал, понимаешь, это ее сын, Виктор, я рассказываю не басни, так, любого спроси, и все подтвердили, да, это действительно так, это любовь Бога ко мне, вот такой путь проехать, проделать, вот они днем, попеременно спят на сиденье, один, три раз сиденья, я ни разу не лег, ни разу, я сидя-то-то сижу привязанным, а ночью в два часа выходит, шофер сидит, и я рядом, что случайно он не заснул, и я сижу, каждую ночь, и каждый день, и все позади, они меня все обнимают, да что-то уж ничего у вас нет, одна рубаха вроде осталась, да зачем мне лишнее-то, Божьим духом главное, одни мощи остались, не одни, а много, Игорь Тихович, мы пойдем, идите, спасибо вам, вообще, 50 лет позади, Сергей, эта встреча со Христом, очень рада вас видеть, преобразила мою жизнь, вот, представляешь, все абсолютно по-другому, вот это вот знание, и которое люди соприкасаются, особенно, где явно в глаза кидаются, это будет, это не сам Бог, по 6 часов стихи наизусть разговаривает, это Бог дал, но как это, я этого не знаю, в этих книгах, 3467 моих стихотворений, а все не знаю, что это за цифра много, нет, это Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Блок, вместе взятые, меньше, а как это, можно понять, я не имею, и в каждой книге, каждая строка, это 9 куплетов, 36 строк, 36 строк, и напротив каждой, указано место писания, откуда мысль взята, таких стихов, вообще, никогда не писали, знаешь, последнее стихотворение, это у меня было, не последнее оно, я как бы с людьми прощаюсь, я уже на той стороне земли, ушел, а за мной всю жизнь, я с Моисеем на своей вершине, в последний раз гляжу из-под руки, враги с собаками, с биноклями, в машине, мой след вынюхивает у кустов реки, моя погоня, гнались до упаду, я отошел, не достигаем вам, прощает земля, азарт, закон ограда, мой труд следы, считайте по слогам, я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу, со златоустом путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Ну, Игорь Тихонович, спасибо. Слава Иисусу!